Привет, я Олеся Медведева, это новый выпуск Ясно Понятно блога на канале Страна UA в День Победы 9 мая. Я искренне поздравляю каждого с этим днем и призываю вас не забывать подвиг наших предков. А теперь давайте же разберемся, как в Украине отмечали, праздновали День Победы в разных городах, какие самые интересные сломы произошли в этот день. И в этом видео мы с вами разберемся, что происходило сегодня в Киеве, а также в других городах Украины, как праздновали, как отмечали и какие курьезные случаи происходили, а также метаморфозы с определенными политиками. В целом хочу сказать, что День Победы в Украине прошел в совсем другой атмосфере, не такой, как предыдущие годы. Да, были стычки, но не было побоищ, как, например, в Днепре в 2017 году. Зато многие представители власти, которые ранее даже брезговали этим словосочетанием День Победы, в этом году вспомнили о нем, так сказать, в полный рост. И настроение у людей, которые вышли на улицу, было совсем другое. Если в прошлые годы марши бессмертного полка были как акции протеста против режима с такой жесткой решительностью, то сейчас в них витает эдакой луч робкой надежды. Порошенко, с которым связывали прежний курс страны, проиграл выборы и уходит. В стране будет новый президент Владимир Зеленский и пока непонятно, как он будет себя вести. На данный момент пока не похоже, что Владимир серьезно намерен менять курс страны, о чем мы с вами поговорим сегодня в отдельном блоге. Но народ к нему присматривается и ждет дальнейших шагов решений. В целом у людей есть ощущение, что если они смогли выстоять и пронести свои убеждения за эти пять лет, то и в будущем их уже не сломить. При любой политике, будь то Зеленского или кто еще у нас там будет президентом. Итак, что показало 9 мая в этом году? Смотрите до конца и все станет ясно и понятно. Самое важное это то, что людей с каждым годом приходит все больше и больше. В этом году на марше бессмертного полка в Киеве было около 50 тысяч людей. Сотни тысяч вышли на марше в другие города, в Харькове, Одессе, Днепре. Все усилия больших и малых ветровичей, которые все еще пытаются доказать, что нет никакой великой победы, множатся на ноль. Люди помнят и чтут праздник. Проанализировав все события, которые сегодня прошли в нашей стране, можно сделать три основных вывода. Первое это снижение активности националистов, в том числе радикальных. В прошлые годы всего за пару часов акций они успевали устроить несколько драк, несколько перформансов, было очень много задержаний. У стариков из рук выхватывали портреты, срывали ордена и символику. В этом году было все гораздо спокойнее. Националисты, а также некоторые парохоботы в основном ограничились всего лишь перформансом. Они решили спародировать участников бессмертного полка, переоделись в героев World of Warcraft, компьютерная игра такая есть, и таким образом думали потроллить людей. Но на них особо никто не обратил внимания. Исключением стал Харьков, где произошли стычки между националистами и другими людьми, но тоже без особых последствий. Ранее мы уже говорили о том, что сейчас националисты и вот эти националистические группировки, которые раньше очень сильно активничали, находятся на раздорожье, на распутье. Ну или другими словами, просто их оторвали от кормушки. Ведь ранее их поддерживала банковая, их курировали спецслужбы. Но и там, и там сейчас руководство меняется. Поэтому сейчас там не до радикальных националистов. А без дополнительной финансовой мотивации от спонсоров. Ребята не хотят работать на улице. Ну бесплатно че ли? Можно пойти в бизнес, покошмарить. Второй интересный момент – это более активное участие властей разного уровня в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Особенно это было заметно по Харькову. Там в первых рядах возлагающих цветы стоял известный депутат от БПП Александр Грановский. В первом ряду. Рядом с Керносом. Этот человек – один из столпов системы Порошенко. Помните, я рассказывала, да-да, это именно тот, который осуществлял давление на суды с Банковой, для того, чтобы решать вопросы, открывать определенные уголовные дела, закрывать другие, которые надо закрыть. Теперь вот он, родименький, в первом ряду цветочки к мемориалу несет возле Кернеса 9 мая, День Победы. Я ж всегда праздновал, да, Александр Грановский? И понятно, почему он это делает. БПП понемногу как партия сгнивает, а Грановскому ну очень хочется избраться депутатом от Харькова. Поэтому надо очень срочно переобуваться, перекрашиваться, вспоминать все праздники, которые там для харьковчан нужны, да, и говорить, что я всегда так думал, всегда. Конечно, вряд ли ему поможет завоевать симпатию харьковчан участие в этом празднике, хотя кульбит такой этакой примечательный для многих представителей политической элиты. Также я уверена, что вы помните, кто такой Антон Герасченко, бывший советник министра МВД Арсена Авакова, а также один из основателей сайта Миротворец. И мы с вами прекрасно помним, как он в каждом случае, в каждом моменте, в каждом происшествии очень четко, а главное, быстро находил руку Кремля и московский след. И тут что же происходит? В День Победы на 9 мая он постит у себя в Фейсбуке, что отрывок из фильма «В бой идут одни старики». Правда говорить о том, что власть ну очень лояльна к участникам бессмертного полка не приходится. Людей задерживали во время акции за георгиевские ленты и за красные звезды на пилотках. Особенно меня поразило, как перепуганную старушку в пилотке с красной звездой окружило 10 здоровых мужиков полицейских и под крики «фашисты» они вытолкали ее с марша. В этом смысле Украина осталась страной Порошенко, где под прессинг силовиков попадают не те люди, которые устраивают уличный террор, разбой, нападают на других людей, стреляют в других людей по типу С-14 или каких-то добровольцев непонятных, а люди, которые имеют просто другие взгляды на историю. И, наконец, третий, как по мне, самый важный момент – это другое настроение и настрой людей. Если в прошлые годы это были скорее акции против Порошенко, против националистов, которые оскорбляли память Победы, то сейчас появилась некая надежда на перемены. Но, опять-таки, все еще непонятно, будет ли Зеленский менять политику своего предшественника. Если нет, то разочарование людей, в том числе тех людей, которые сегодня вышли на улицу, которые возлагали цветы к памятникам в своих городах, будет очень сильным. Впрочем, для многих людей уже не так важно, что власти думают о Дне Победы. Они уже пережили пять лет с Порошенко, переживут и пять лет еще с кем-нибудь другим. И при любом президенте, что бы он ни думал о 9 мая и как бы не пытался принизить этот великий праздник, они все равно выйдут с портретами своих дедов и прадедов, которые воевали и погибали тогда за то, чтобы мы жили сейчас. И этого права у них, у нас никто никогда не отнимет. Поэтому еще раз поздравляю всех с Днем нашей Великой Победы. И только послушайте, что говорят люди в разных городах Украины. Приятного просмотра. А на этом у меня пока все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно, понятно, блог на канале Страна. Не забывайте подписываться на наш канал. Всего вам самого наилучшего. Пока. Смотрите опрос. Это День Победы, добра над злом. Это праздник, который мы прочувствовали благодаря нашим родителям, которые нас воспитали правильно, которые достигли победы в этой Великой Отечественной войне. И наш папа, герой, тоже нас воспитал в таком же духе любви к Отечеству. Если отменят, то мы будем его праздновать еще больше всего. 9 мая – это святой день. И отменять его нельзя. Мы не должны перекраивать свою историю. Мы поддержали политику бывшего уже президента. Сколько? 85% сказали против. Это говорит о том, что то, что они делали, это не приемлемо. Они должны считаться сомнением народа. А народ поддерживает не зря. Даже в опасное время для нас, когда были провокации, мы все равно приходили. Мы хотим сохранить этот праздник. Это очень важно для поколений, для их воспитания. Я думаю, что будет 9 мая, потому что люди сами будут это делать. Не надо власти тогда. Что я буду, мне какая власть, как мне, это же моя родная в городе. Ну и какая мне власть. Я приду сама. Это была великая победа. Они положили жизни, они прошли тяжелый путь для того, чтобы, по их мнению на тот момент, мы жили все долго и счастливо. Поэтому мы чтим их память и надеемся, что не будет больше таких мнений об отмене этого великого праздника. Это победа. Победа над фашизмом. Победа светлой жизни над страшным нацизмом и фашизмом. И я очень хочу, чтобы вы, молодые люди, об этом помнили и понимали, и оценили. И я благодарна моему деду, молодым красивым хлопцам, чьим-то папам, чьим-то сынам, которые воевали за то, чтобы мы сегодня с вами жили. Они могут что угодно отменять, даже если тут ни одного человека. Это не будет «я один приду». Мы будем праздывать. 9 мая будем праздывать. В любом случае будем праздывать. Настолько были люди сильные, самоотверженные. Они были полностью готовы были на все. На все для того, чтобы только этого немца убрать наши традиции. Покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Помните. И начало аллеи славы Стелла свое бессмертие вам Родина вручила, и не забыты ваши имена. Вам, павшие, на постаменты ставшие и застывшие не на показ, Родине, отчизне жизнь отдавшие, мы любим вас и жить должны за вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова